Далее в эфире телеканала Рика, программа «Город сегодня». Здравствуйте! Два месяца назад в октябре прошла презентация баскетбольной команды. Конечно, любители этой игры были у нас всегда, но команды, которая могла бы защитить честь области на республиканских турнирах, не было за всю историю независимости. Баскетболисты вошли в состав футбольного клуба «Октьюбе». Они уже получили форму, в которой будут выступать за нашу область в высшей лиге. Цвета те же – красно-белые, только в эмблеме вместо футбольного мяча – баскетбольные. Как говорят спортсмены, многие октябинские баскетболисты сегодня играют в разных городах, потому что у нас не было своей команды. Сейчас некоторые возвращаются на родину, так что у местных баскетболистов есть перспектива занять свое место среди сильных казахстанских клубов. На своей странице ВКонтакте энтузиасты баскетбола признаются, что новостей у них пока мало. Они собирают своих и ждут новых игроков. Акимат города обещает построить еще около 20 спортплощадок, в том числе 4 баскетбольных и 3 стритбольных. Тема продолжим с Алматом Кинжигуловым, председателем Федерации баскетбола Октябинской области. Алмат, приветствую, добро пожаловать к нам в программу. Итак, вот вопрос. Команда уже полностью сформирована у вас? Команда, ну, для нас, как бы, для Октября полностью сформирована. Если сравнивать, конечно, с другими профессиональными клубами, которые давно работают уже. То есть у нас наполовину сформировано. А сколько у вас людей? На данный момент 12 человек основной в команде играют, а остальные молодые есть, как бы, на перспективе рассматриваются. Вот сколько вообще необходимо, чтобы была полноценная нормальная команда людей? Ну, желательно 15 человек. В чем проблема? Неохотно идут и играют? В чем проблема? Нет, еще у нас есть ребята, которые рассматриваются, которых мы хотим вернуть. Вот. И для них, как бы, места сохранены с других клубов. И, ну, ждем этого момента. И там есть кое-какие нюансы. Вот, как их уладим, как вернем. То есть у нас уже будет такой состав, как мы хотим. Вот. А есть, конечно, молодые ребята еще, юнцы. Ну, пока они просто учатся и опыта набираются. А вот есть игроки, которые раньше участвовали в других командах и вернулись в Ак-Тюбе? Да, у нас, как бы, в основном так и есть. То есть и с Россией вернули, и с АТРАУ, и с АКТАУ. Сейчас вот ребята еще также есть в АТРАУ, хорошие ребята, двое, и трое в Алмате. Это по-профессиональным. Плюс еще есть в студенческой лиге, ребята. Студенческая лига тоже очень такая неслабенькая, на хорошем уровне. И вот этих ребят тоже хотим вернуть. Алмата, вот скажи, какие клубы в Казахстане по баскетболу сейчас самые сильные? В Казахстане, конечно же, Астана в первую очередь, АТРАУ, Алмата. Тоже по-любому там уже давние баскетбольные традиции. И также АКТАУ, КАСПИ, вот, отличается. Хоть и тоже сравнительно маленькая история у них, но клуб такой сильный. ТАБОЛ Кустана, ну и дальше там уже, вот основа такая. Как вы оказались в одном клубе с футболистами? Получается тут, что футбольный клуб АКТУБЕ как бы растет и развивается. И развивается, как многие клубы в мире известные, перерастают уже в спортивный клуб. То есть это принятая практика? Ну, в принципе, в мире, да, есть такая практика, когда какой-то спортивный клуб, которым много чего добился, это не обязательно может быть с футбола, где-то это было из баскетбола, где-то из волейбола. Клуб добился много чего и показал себя в мире, да, как известно, имеет какой-то рейтинг. И, соответственно, он уже начинает перерастать и поддерживает другие виды спорта. Вот. И как бы появляются сопутствующие виды спорта, и клуб становится уже спортивным клубом. То есть это, в принципе, да, это везде есть такое, во многих развитых городах, где уже давно спортивная история. И клубы играют под одним цветом, под один фан-клуб у них, вот, поддерживают и тот вид спорта, и этот вид спорта. Вот. Вот. Смотри, стритбол, это, наверное, больше уличный, да, вид спорта, можно ли после него стать профессионалом? Ну, во-первых, стритбол последние пару лет уже это не уличный просто вид спорта. Любительский. Это и не любительский. И даже не любительский, да. Это уже и профессиональный вид спорта, уже много известных команд профессиональных в мире, много известных игроков уже с таких же звезд появляется, как и в баскетболе, да. Плюс этот вид спорта вошел в этом году в олимпийский вид спорта, и это уже тоже, то есть, с этим можно считаться. Вот следующие олимпийские игры есть стритбол, баскетбол 3 на 3 называется. Ну, вот ты в этой сфере общаешься, скажи мне, насколько у нас развит или не развит детский баскетбол? Ну, на самом деле, как получается, детский баскетбол у нас развит больше, чем взрослый, по сути, по наградам, да. То есть, ну, наши ребята призеры, постоянно в призовых местах. Вот сейчас вот девочки, да, женский баскетбол у нас очень на высоком уровне, при этом у нас он детский, юношеский, да, вот именно женский. И вот они приехали сейчас, победили и выиграли чемпионат Казахстана. Между прочим, они уже пятикратные чемпионки Казахстана. Вот, и ребята у нас тоже то же самое. Все, которые у нас сейчас играют на данный момент за другие клубы, это все наши юниоры, которые вышли, которых высмотрели с чемпионов Казахстана и взяли к себе. Вот, и они были чемпионами Казахстана многократными. И сейчас у нас тоже на высоком уровне мальчики тоже постоянно в призовых местах. Единственное, что я могу заметить, что в количестве у нас маловато. То есть, в отличие от других областей, вот недавно статистика составлялась, мы сильно проигрываем в количестве занимающихся баскетболом. И эта проблема только в том, что у нас мало школ баскетбольных. То есть, мало где преподают баскетбол, вот, и мало его даже как-то занимается популяризация его. То есть, в отличие от других областных центров, где этому большое внимание уделяют, не знаю, и все там, и управление, и какие-то компании, да, то есть, все этому уделяют внимание. У нас, наоборот, как бы, мы бьемся, пытаемся. Сами, да, все сами. Да, и только, да, где-то что-то потихонечку, вот, сейчас вот, какая-то поддержка пошла. С кем предстоят первые встречи на Кубке Казахстана? Первые встречи, ну, вот, по определенному регламенту, который сейчас только определили, по календарю. Первая встреча, на данный момент, известна только с одной командой, с Кандагачи, Копчегай. Город Копчегай, кстати, является тоже одной из сильнейших команд, вот, я забыл упомянуть их. Хотя, вроде бы, не областной центр, да, но у них сильная команда, в тройке сильнейших по Казахстану. И вот у нас с ними первая игра. На что вообще рассчитываете на чемпионате Казахстана? На чемпионате Казахстана рассчитываем разгромить всех. С таким, да, энтузиазмом подходите? С таким энтузиазмом, с таким планом заявить о себе. Во-первых, также то, что все-таки нам дали шанс представлять красно-белые цвета, этот логотип, и отвечать нужно этому. Вот. Ну и ребята у нас неплохие, так что есть уверенность. Ну что я могу пожелать? Вам только удачи и уверенности, самое главное. Спасибо. Спасибо, что пришли в нашу студию, успехов вам. Спасибо. До свидания. Чтобы вы с наградой приехали в наш родной город Актьюбе. Все понятно. Еще полгода назад участие актьюбинских баскетболистов в республиканском турнире выглядело фантастичным. Но, как говорится, важна воля и желание победить, тогда и силы появятся. Бренд футбольного клуба Актьюбе держится, несмотря на все неудачи последних лет. Так что возлагаем надежды на баскетболистов и пожелаем им удачи. На сегодня все. Мы желаем вам отличного настроения и крепкого здоровья. До встречи в эфире на РИКО-ТВ. РИКО-ТВ.